Проект Шимкен-Сити набирает обороты множества идей, планирует реализовать в нашей Шимкале. Но есть и проблемы нерешенные, и их, к сожалению, немало. Одна из таких – это пандусы в нашем городе. Сотрудники Альфа-Арабийского Акимата уверяют, что в их районе проблем с пандусами нет. К примеру, восьмая поликлиника, около которой чиновники собрались. Здесь пандус установлен прямо возле входа. Он позволяет мамам с колясками и людям на колясках без труда попасть в новое здание. Но и те, и другие ходят не только по поликлиникам. Но теперь дело за частниками. Предпринимателям стоит побеспокоиться о горожанах. Не секрет, что обычный поход в магазин становится для инвалида невыполнимой задачей. Мы просим предпринимателей помогать. Государственным зданиям у нас подведены пандусы. И сейчас ведется работа с бизнесменами. Самый, наверное, оживленный перекресток нашего города – район Верхнего рынка. Здесь, в подземном переходе, вообще, по сути, должны быть предусмотрены пандусы. Но их здесь нет. Но и даже забраться на ступеньки, и даже мне, очень сложно. Остановка Верхний рынок – подземный переход. Здесь не только инвалидам, здоровым людям пройти довольно сложно. Бойки-торговцы заняли все свободное место. Пандус вроде и есть, но на нем лотки с товаром. Пандусы – это вот эти вот. Ну, конечно. А их здесь нет. Ну, не знаю, это чья забота. Кто должен заботиться? Наверное, власти. Теперь представители Альфа-Арабийского Кемата уверяют, что за пандусы в их районе отвечает ЖКХ. Коммунальщики, в свою очередь, уверяют, что подземники переданы в частные руки на 40 лет. Надзорный орган нашей съемочной группе найти не удалось. В замкнутом круге пандусов никто за инвалидов не отвечает. В городе действует порядка 10 по 2 переходов. Из них всего 4 находятся, можно сказать, отделком ЖКХ. Остальное все уже давно переданы в частные руки. Они пользуются ими. На госучреждениях жизнь инвалидов и мам с колясками в Шимкенте заканчивается. Если пройтись по городу, даже без инвалидного кресла становится понятно. Люди с ограниченными возможностями не рискнут появляться в оживленных местах. Может быть, в новых городских проектах комфорт для особых людей и будет учтен. Но это разговор будущего. Шудин Саидов, Марат Давлетов, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.